Рекомендую посетить канал BoardGamesVideo. Здесь вы найдете короткие обзоры и подробные правила настольных игр. Кстати, некоторые из них с нашим участием. Найдите их все. А еще на канале постоянно обновляются плейлисты с видео от других интересных блогеров, освещающих тематику настольных игр. Вас ждут летсплеи, мнения, обзоры и прямые трансляции. Подписывайтесь на канал BoardGamesVideo и играйте в настольные игры вместе с нами. Ну что, всем привет! Сегодня со мной в эфире Ирина, Денис, Артур. Ну и кто бы это мог быть? Наверное, какой-то ведущий, стрёмный с канала Твой Игровой. Один из двух. Один из двух, да. Сегодня мы поиграем в прогулки в подземелье. Вчетвером, естественно. Странно, да? У нас четверо и в четвером играем. Вот. Наша задача в этой игре дважды провести героя по подземелью полностью. Подземелье, причем, формируют сами игроки. Игра это такая на удачу и немножечко на блеф, скажем так. В чем состоит ход игрока? Во-первых, ну, первым, наверное, буду я. Я выбираю героя. Вот у нас есть четыре героя. Это классические классы фэнтезийные, RPG-шные, короче. Это Воин, Маг, Плут и Варвар. У них есть свой набор снаряжения, с которым они идут в подземелье. И у каждого разное количество жизней. Игрок в свой ход. То есть в первой фазе мы накидываем подземелье. Это такой своеобразный, можно сказать, аукцион, не аукцион. Короче, мы открываем одну карту, смотрим, какой там монстр. И мы либо ее добавляем в подземелье, куда потом пойдет наш герой. Либо сбрасываем. То есть если видим, что там какой-то сильный монстр, да. Ну, или может быть не сильный, не важно. Сбрасываем и должны убрать одно из снаряжений героя. Одно из снаряжений. И дальше передается ход следующему игроку. Он тоже смотрит карту, либо добавляет, либо скидывает. И можно еще спасовать. То есть когда видишь, что там уже много карт, ты можешь сказать, что я пас, я дальше в этом, ребят, не участвую. Просто фишка в том, что последний, кто не спасует, он поведет героя через это подземелье. То есть будет по порядку открывать эти карты, которые там есть. И смотреть, да. Допустим, сможет он каким-то его убить из своих вот этих вот артефактов. Либо если не может убить, то теряет то количество жизни, какое у монстров. Вот у нас здесь есть памятки. Это сколько монстров, то есть сила монстров и сколько монстров вот этими вот иконками обозначены. То есть здесь один дракон с силой 9, один демон с силой 7. И рядом, кстати, расположены артефакты, которыми можно их завалить, этот класс. Цель игры либо дважды пройти подземелье, либо остаться одним выжившим. Игрок, если завалил подземелье, то так вот памятку свою переворачивает. Это значит, что у него, если он еще раз завалит подземелье, то он выбывает из игры нас совсем. Так, в общем, все, вроде бы. Это вот, плащ-невидимка, вы побеждаете всех монстров силой 6 и больше. Здесь, в принципе, на всех написано. Давайте по классике у нас пойдет первым воин в подземелье. У него, видишь, он начинает с доспехами и рыцарским щитом. Они просто, да не убирай, не убирай. Мы же будем, будут все ходить по очереди. Да, я просто вот так вот говорю, что этот герой идет в подземелье. Вот его снаряжение. Да, у него получается в сумме 6 плюс 5. 11 жизней. Есть факел, который побеждает всех монстров силой 3 и меньше. Он может победить всех монстров с четной силой. Драконье копье побеждает дракона. И колдовской меч, перед тем, как пойти в подземелье, выбираешь тип монстра. И вот этот меч побеждает всех этих монстров. Так, все. Погнали. Беру первую карту. Смотрю ее. Зрителям, кстати, может быть, там кто-то что увидит, конечно. Так. Должно быть. Так. Окей, оставляем. Артур. Кто там? Дракон что-то? Он один. Да, вряд ли дракон. Сбрасывай. Щит сбросил. Что там кто-то сильный? То есть, когда сбрасываешь, то сразу и орудие бросаешь? Да, то есть, ты либо добавляешь в подземелье этого монстра, либо сбрасываешь карту и убираешь один из артефактов. Да, любое. Пускай пойдет. Пускай. Так, сколько там уже? Три карты. А сколько должно быть? Неважно. Тут главное... Сколько нужно? Вовремя спасовать, на самом деле, главное. Ты смотришь там, ага. А, и уже думаешь, тянуть следующую карту или спасовать. Ну, тут есть две стратегии. Первая стратегия положить хороших и пойти самому. Да. Либо накидать... Либо накидать... И сделать так, чтобы не ты пошел. Положил? Да, я положил. Ты же никогда не знаешь, что там остальные понакидали. Да, в этом и фишка, да. Тут как бы ты и удачу свою проверяешь, и блеф, да, и блефуешь. Может быть, на самом деле, он сейчас скинул сильного монстра и убрал карту. Может быть, он наоборот слабого скинул и просто ослабил героя, потому что он не планирует туда сам идти. Идет, да? Так, у нас... Опустили. Сколько там уже на заверах? Да что-то я в чём... Там уже много. Наверное, пора уже будет пасовать. Здесь уже шесть карт. Вот у Иры седьмая, а я положу восьмую. Воин многих убивает, поэтому... Ну, да они все тут по-хорошему многих убивают. Он пока не убивает вот этого и вот этого. То есть, он может обрести на длину. С колгостским мечом он этих будет убивать. Поэтому, вольно можно порисковать. Мак тяжело. Ну, мак зависит от артефактов, которые вы оставили. А вот это, по дням, я так понимаю, только драконы. Только драконы, да. Теперь вопрос, дракон был? Да, вы уже. Не было или не было слип? А может, дракон с демоном был вообще? Тогда жизнь. Я думаю, он демон был. Думаешь? Ой-ой-ой, тяжело, тяжело. Я бы не хотела сбросить его. Ну, сброс. Так что-то оружие такое, что-то. Колгостский меч скидал. Неплохой. Да все, неплохой. На что-то выбрать надо. Да ладно, давай, ничего не скидывай. Да нет, я хочу скидывать. Блин. Есть ли там дракон, есть ли там дракон. Ладно, дракон иди. Ну, если что, минус 9. Да, сейчас только пас. 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 Иди. Не, подожди. Пас. Ты тоже пасуешь? Ты идешь, да. Ты же все испугались, да? Да, давай смотреть. Судя по всему, там есть дракон. Ты выложила голема. Это не я. А, подожди. А, мы должны перемешать? Колдовской меч. А, блин, должна заколдовать меч. На какой класс, смотри, кого будет колдовской меч убивать? Ну, она уже видела кто-то. Ну, его выбирай. Ладно, хорошо, я видела кто-то. Выбирай голема. Не обязательно. А, ну, либо дракона, например. Или дракон, или демон. Или дракон, или демон. Я вообще не пойму, а чем убивается вот этот хрен? Какой? Голем. Воин ничем. Ничем. Может, не может убить голема, демона и уже дракона. Всех остальных он убивает. Показывается она на ночь, да. Все в курсе, одна я только. Один из трех выбирай. Колдуй на голема. Голем, да. То есть, все, этого ты убила. Смотрим дальше. Вампир. Готов. Чем? Граалем. А, четная, да, грохнет. Вампир. Вот тебе демон. Демон. Минус семь. Минус семь, получается у него одно... Один хитпоинт. Один хитпоинт. Скелетона он убивает факелом. И граалем. Орка тоже убивает факелом. И вампира убивает. Поздравляю, ты прошла один раз подземелье. Ну вот, если бы я еще одну карту бы взял, если бы я не спасал, скорее всего, я бы уже огреб. Ну да. Вот чисто давайте ради интереса. Но это дракон. А, ну вот. Если бы ты его скинул... Я как чувствовал. Если бы ты его скинул, все, все бы пасунули, ты бы пошел. Да. Да. Но если бы я его скинул, я, возможно, бы и прошел еще подземелье. Не прошел бы. Без колдовского меча ты бы не прошел бы. Без доспеха не прошел бы. Орк был следующий. А, ну да. Без факела не прошел бы. Ну, в самом деле, я бы не прошла, если бы не сфейли. Ну, все нормально, все. Все. Одно очко ты получила. И теперь ты выбираешь следующего героя, который пойдет в подземелье. Ну, давай просто другого ради интереса. Любого. Ну, давайте маг. Маг. Ну, объясни, что у него есть. Ну, смотри, ну, тут как бы тоже вместо доспеха у него стена огня и браслет защиты. То есть у мага получается в сумме 11 хитпоинтов. У него есть полиморф, который побеждает только что открытого монстра, но он заменяет его на следующего монстра из колоды. То есть если ты видишь там какой-то крутой монстр, ты можешь его на рандомного из колоды поменять. Святой Гораль тоже аналогично побеждает монстров с четной силой. Сделка с демоном побеждает монстра и следующего за ним монстра. Открыло монстра, смотришь, сделка с демоном и его, и следующего убивает. И если в подземелье нет одинаковых монстров, вы побеждаете. То есть если тебе не кинули двойны... Демона. Не монстра, а демона. Он побеждает демона и следующего за ним. А, демона именно, да, извиняюсь. Именно демона. То есть семерку и следующего, который после него. Самая фишка у мага это всемогущество. Если тебе вообще парных монстров не накидали, то это автоматическая победа. Но тут же никогда не угадаешь. Это очень. Ну, бывает. А кого он не может убить? Начинай. Практически всех. Ну, всех с нечетной он не может убить. Маг убивает. Вот Грай у него есть. Все нечетные монстры для мага будут по хп. И следующего за ним, если вот это у него есть. И плюс еще полиморф может использовать. Он такой... Своеобразный. Но тут все, на самом деле, уникальные такие персы. Идет. Идет. Не идет. Ира. Что там? Кто? Демон? Нет. Нет. Тут, видимо, очень крутой. Да, нужно даже, я бы сказал. Да, сделку сделал нам редко. Хотя... Идет. 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 Сколько тут? Гипнотизируешь его? Думаю. Вы много раз играли? Каждый помнит примерно. Тарас... Ну, до десяти. До десяти. До десяти, наверное. Ну да, я тоже. Что-то я вообще прям не в тени. Идет. 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 Так, раз он задумался... Ну, как сказать. Ну, это типа если парных монстров не кидает. Я пас. Пас, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пас, да? Ты уже с пасового, да? Последний пас. Ладно, пас. Угу. Шесть, да? Угу. Да реально пройти в принципе. Да реально. Здрасте. Погнали! Дракон. Та-да-тара-там. Там! Пум! Нуууу, полимор. Полимор. Нет, не я положил. Последний был немор. И распасовало. Я убрал. Я спасовал. Я убрал. А, я первый спасовал. Я своего убрал. Дракона положили передо мной. Я положил дракона. Вот поэтому сейчас и спасал. Но я его полиморфом заменяю на следующего. Орг. Ну, минус 3. На следующего монстра из колоды. Вот отсюда? Да. Ну, вот так сделаем тогда. Минус 5 тогда. Минус 5, окей. У тебя осталось 3. А, убрали. Да. И вот еще минус 3. И до свидоса. И прощай. Да. Не дошел. Да, причем вообще, причем его на входе практически грохнули. Он увидел дракона, побежал у него два гоблина по башке из кустов. Нет, голем и орк. А, голем и орк такие. Ну, здравствуй, дедуля. Так, а если игрок проиграл, то загадывает... Ну, это не важно, кто загадывает. Давай ты и загадаешь, наверное. Ну, так и все. Ну, ты все равно первый, типа, кто ходил в подземелье, по-моему, первый игрок. Все равно. Ну, пулта давай. Ну, по порядку. Он хороший. Да, давай уж по порядку расскажите. А вы пока расскажите. Так, ну, соответственно, у него 11 тоже сил. Все то же самое вот это. Плащ-невидимка, это побеждаете всех монстров силой 6 или больше. То есть он побеждает крупных монстров. 6-7-9. Да, перед тем, как войти в... Ну, тоже заколдованный меч у него, как и у этого. Если ваш герой убит, он воскресает с базовым хп. То есть он погибает, потом сразу же возрождается стройкой. Это у нас целебное зелье. Побеждаете всех монстров силой 2 и меньше. То есть, ну и совсем хеликов. Кольцо власти 2 и 1. Причем их силу он к себе вкачивает. А вот эти все уже под вопросом. Да, причем... Силу вот этих он к себе добавляет, он к себе добавляет в качестве жизни. А кольцо власти это что? Это которое? Вот 1 на 2 он побеждает. А. И их свою силу... То есть, в принципе, смотри, для плута средние монстры очень плохо. А самые хелики и сильные монстры хороши. 3-4-5 для него плохо. Плохо, потому что он их вообще никак не побеждает. Да, вообще никак. Да, давай. Ну, кинжалом только. Ну, у кого-то из них, да. И если не сбросили. Ну, если не сбросили, опять-таки, да? Идет. 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 Кинжал хорош. Идет. Все. А, ну... А, ну... Вообще... Щит ушел. Так, начинается. О, как. Так. Ну, наверное, туда банка лучше. Банка? Банка... Банка не. Банка норм. Банка, ты че, это перерождение. То есть ты в любом случае одного монстра сможешь пройти. Все остальное гораздо лучше. Все остальное гораздо лучше. Ну, решать лучше бас. Ну, кай. Мало ли, какая у меня там стратегия. А, ну да, действительно. Хорошо, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я пас. Тоже пас. Сейчас вылетит походу. Сейчас второй раз. Второй раз, не, как говорится. Нет, второй раз уже. И взял... А, кольцо есть. Добавил силу. Девять. Девять, да. Дракона зарезал. Зарезал. Десять. Супер. Это огреб. Семь. Семь. Семь, да. А, блин, этот. Кинжал. Я хочу големов. Ну, хорошо. За кинжал я говорю големов. Хорошо, семь у тебя. Плюс два, девять. Девять. Демона убил. Да. Убил. Прошел. Прошел. Отлично. Я помню, что я его клал. Да, слушай, прикольно. А вот это не переворачивается, нет? Я просто... Не-не-не, это значит, что ты один раз завалил подземелье, и второй раз для тебя уже вылет. А, если я второй раз. Если я второй раз, даже если я прошел. Помню. Да. Второй раз не проходишь, и все, вылетаешь даже с одним этим. Все, есть. Сейчас перестаем рисковать. Тебе сейчас надо технично пройти одно подземелье. Следующий варвар теперь. Ну, варвар вообще самый простой. Так. Ну, такой чистой. У него, смотри. У него факел. У него факел силой 3 и меньше убивает, как этот. Вот этих троих. Потом у него есть молот, он убивает големов. И он воскресает. Колдовской топор. Побеждаете только что открытого монстра один раз в подземелье. То есть ты одноразовый, короче, и в подземелье то же самое, что у плута. Воскрешает с базовым здоровьем. Так, с этим у него проблемы. Да. И четверка проблема. Он 1, 2, 3, 5. Так, ну ты прошел, давай. Начинай. Ну, на самом деле он просто. Да? Да. Но кажется так почему-то. У него есть колдовской топор. Колдовской топор, да, рубануть там дракона. Да, когда видишь, у тебя уже мало жизней, взял рубануть. Или можно сдохнуть и тут же воскреснуть. Ну там есть и не скин. Вот, видишь, начинается. А, пусть будет. База и здоровье еще толстые мечты. Ну, так себе. Не, воскреснуть с четырьмя хитами норма. Тебя тут только не хватало. Нет. Хотя воскреснуть или кольчуга. Да тут как бы, да. Клади. Да, примерно то на то. Нет, возьми кольчуга. Хотя, да. Да, то же самое. То на то. То на то. Просто мы, допустим, мы предполагаем, что он какого-то сильнее четырех монстра убрал. На шесть там, например. Ну, будем думать. Твой кот. Можешь посадить. Ну, раз он не хочет рисковать, в принципе, может быть, да. Блин, я не ходил в подземелье. Я хочу пойти. Да, сходи. Давай настроим его. Классный подземель. Все, можем быть. Ну, я уже чувствую, что я не пойду. Ну, не факт. Я возьму, а ну, то и дело. Сколько? А ты должен даже открыть, а все остальные спасут? Или можешь сказать, что я не могу? Не, нет, по-любому. Кто пасует? То есть ему, чтобы идти в подземелье, нужно постоянно класть. Ну, либо скидывать. Пусть идет. Жалко, камера не передает вот этих вот обменов взглядами. Да, да. Надо вторую камеру просто поставить. Все никак не нужно. Пустите его. Или ты хочешь? Клади там. Тебя запустят. Да пасуй, блин. Нечего там. Блин. Я пас. Там уже все, не хочу. Там опасно. Я пас, наверное. Давай, Артурка. Я в последний раз нормального монстра положил. Да, я раз расскажу про колдовскую. А, ну, можно было взять еще одну. Факел всех монстров ниже трех рубит. Я имею в виду. Рубит. Рубит. Пять молотом. Рубит. Надо было идти. Блин, накидали от них. Халява. Вообще. Четверочка. Четыре проблемы. Убили тебя. Либо топор. Убили, воскрес. Воскрес зельем. Орк. И орк, ну, все, прошел. Халявка вообще. Просто на изи. Я бросал гублина. Я тоже просто и бросал. Я убрал. Я вампировал. Ну, что, красава. Красава, все нормально. Надо было мне брать следующую карту, я бы прошел тоже, кстати. А Артур бы уже не рискнул, кстати. Я согласен. Ну, вот тут мне угадали. Тут видишь, тут на самом деле тонкий расчет нужен. Да, очень интересно. Она будет простая, простая. Ты вообще не догадываешься, кто что бросил. Там же есть, кстати, еще Welcome to the Dungeon, вторая часть. Ну, это как мафия. Чем больше ты с одними, теми же людьми в эту игру поиграешь, тем больше... Ну, блеф он в Африке, блеф, да. Так, Артур, выбирай героя. Давай. Давайте пойдет воин на вторую карту. Ну, давай, тащи карту. Запускай. Так, а что у нас имеет воин? Так, все, сразу скидывай. Так, воин, напоминаем. Первых трех, потом Святым Граалем у него есть. Четверку, шестерку, да? Потом Дракона он убивает. И Колдовским Мечом кого хочет. Он практически всех убивает, если Колдовским Мечом выбрать вот этих, то есть, чисто Демона скидывай, он всех убивает. Пойдет. Не поняла, у Пятых, ну, Пятерку он не убивает? Нет. Шестерку не убивает. Может заколдовать мечту. У него есть Грааль. Давай, тяни карту. Короче, Пятерку, Дракона и Демона. Семеха, Семеха. Ир, тяни карту. Пятерка, Семеха. Ну, мне что надо разобраться? Ты просто помнишь все, а я не знаю. Идет. Не знал, не знал. Идет. Я забыл. Нет, не пойдет. Щиток, да? Ну, да. Ты хоть посмотрел? Да. Накидали. Да там халява. Походу, никто не смотрит даже. Но я возьму. Нет, я посмотрю. Сколько там нужно? О, тут почти вся колода. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Устроите мне прогулку, а? Ай-яй-яй. Ты со всеми картами точно не пройдешь. Он пройдет. Если там скинули Демона, он проходит. Ага. А кто скидывал? Он скидывал. Он скидывал. Если он скидывал Демона, он пройдет. Да? Да. Всех скидывай. Вот, видишь как? Тебя хочет заслать. Так, а если сейчас карта закончится, тогда что? Хороший вопрос. У нас ни разу такого не было. Вот и у нас тоже. Так, ладно. То пойди последний, кто ходит. Правильно? Луи, камера. Ну, сейчас, сейчас. Потому что это важно. Если последний кто ходит, то я возьму карту. Кину я Демона туда, я не кину. Даже если кину, я пройду. Понятно. Пройдешь. Ты либо берешь карту из колоды монстров, либо пасуешь. То есть, если тебе не досталось карты, соответственно, не можешь взять карту. И ты обязан спасовать. Если кого-то монстров опустело, вы свой ход обязаны спасовать. Здесь прямо написано, да. Тогда, получается, я пойду. Ты пойдешь, да. Рисковать, не рисковать. Ну, здесь вопрос в том, демон здесь или нет. Да, да даже... А, давай, я рискну. Понятно. Халява. Все, давай, пойдем. Здесь демон. Прошел, значит. И победил. Лич убил. Убил. А кого ты заколдовал меч на кого-то? На големов, естественно. А он еще говорил, это до... Да, убил, голем убил, убит, 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 голем убит, убит. Ну, тут только демон может представлять угрозу. Да. Так даже демон на 7 у тебя бы осталось КП. Да, даже 7 на 7. То есть, тут за воина нужно скидывать вещи, чтобы повысрать кого-нибудь. Иначе он пройдет, по-любому. А я даже ни разу не сходил в подземелье. Ну что, поздравляем Дениса с победой. Это было прикольно. Эпичное такое подземелье. Пробежался такой, чук-чук-чук-чук всем раздал. Вот такая у нас получилась игра. Да, что-то хотел еще добавить. Отличный момент. То я как-то инициативу перехватил. Все, всем спасибо. Надеюсь, вам было интересно, полезно и приятно с нами сегодня быть. Или вчера. Или позавчера. Как обычно, не суп, какую-то чушь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.